так как и обещал сегодня мы на мазурике мазурик который просто гребет вот сколько 4 сзади колеса до гребут передние тоже будут гребсти проверим управлять ими не очень удобно у них урон должна все в эту лужу может застрять шутала когда я будем провоцировать застревали так вот вам и мазу таком натяг пойдет да значит у него крутят только 4 задних колеса полный привод меняет все подключать на полный минув так ну давай да 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 вот он сейчас по осям распределился тут только с разгону такие большие такая большая машина а собственно иногда может быть бестолковой едем сейчас попытаюсь вам сделать вид какой нибудь презентабельный ну в принципе вот такую машину она засадит на спинтируется нереально если только в дерево вы упретесь и ни туда ни сюда грязь лаза конечно тут бы было существенно пока ничего не буду включать так сейчас в ручнике максимально а назад если не тянем давайте дифференциал включим так вот дифференциал отчая в задние 4 креса будет на сатинах куристи в принципе к нам вполне ходит сказал я и убивался потому что тут камни сейчас назад из разгона морить вот и все потенциал помог вырубаем сейчас нас асфальтир на дороге и слезть что-нибудь реально стоящее найти грязи и в принципе мы проехали на всех машинах мы еще не будем считать лесовозы всех машин которые предлагают нам Тинн Спирос ну не считая модов там я понимаю что-то на любой машине пока по асфальту поедем так асфальт когда не закончится я думаю мост да и встану я на мосту ох ты а мы че а мы че а ага хотя на такой машине в принципе можно было не обращать внимание на мост проехать все без моста так теперь я так еще долго никогда не ездил по асфальту сюда ездил так у нас на асфальт так асфальт хоп 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 оставался колеса и вернусь о давай давай вот это колесо сейчас будет потяжелеть так вроде едем так нам главное нам главное из крутящих колес сейчас одно хоть чуть-чуть нашла цепель и чтобы момент распределился по всем колесам так уезжаем так раз ровно это пока висит но едем едем все колеса нашли цепку как говорится с мозгами можно и без всяких хомакалок спирс играет ну и собственно давайте еще проедем поспать после с вами интересно а елки елки придет дорожка мне все таки кажется что она по кругу все понятно там просто написано вы все вводит нас по кружке по кружке да по гранику блин по стыкану туда сюда так опять еще немножко проверим как я понял три передачи на мазурь ну а давайте сюда сходим какие-то грязевые ванны я увидел о родная стихия мазурика для этого он в принципе и был создан так гребет неплох когда в грязи не камни и ничего не мешает момент распределяется равномерно между колесами и чтеной колесами в горку может проблем нет идет по грязи хорошо идет отлично без помогалок уазик сейчас бы вон там день там шкрябал брюхом и пол ну то оно и понятно тут одно колесо так по размеру по размеру если брать так давайте померим чуть только напоримся на камни на большие все хана приехали так рассвет вот ничего не говорил вывесились сейчас ходить колеса не поможем может так вот это плохо надо чтобы все колеса грыгли будет гребет только та страна два колеса а вот это висит так да все все колеса гребут а нет гребут гребут какие шаги будут принимать колеса ровные поехали так же как ехали давайте смотри назад идет шел назад не ну идет по чуть-чуть идет колеса помог как тонет садимся короче да ну да так страниц видите вот и а Так, мы засели. Ну, это как бы цветочки для данной машины. Но все равно, он прямо едет. Отдельно, тут воздухозаборник нет, интересно. Наверное, где-нибудь на крыше. Так, что у нас? Ну, все колеса, в принципе, грибут. Поэтому мы как бы и немножко едем. Ну, я даже сказал, отлично мы едем. Ну, вот. Все, сели. Вперед как-то неохотно идет. Раскачиваем. Да, тут, наверное, даже и дифференциал не поможет. Ну, все колеса грибут. Давайте проверим. Ну, поактивнее. Ну, нет, ну, дифференциал, да, тут, по-моему. Сейчас опять-то отключим. Нам все-то интересно, вес помогает. Вполне полную прируду бы хватило. Ну, конечно, не для такой глубокой грязи, но все равно можно видите, по чуть-чуть, по чуть-чуть он как бы все равно карабкается и давайте включим полный привод. С полным приводом вообще-то, правда, нет, засадите его. Ну, нереально просто. О, как-то глубоко. Так, он здесь где-то пойдет. Да, подожди. Ну, полный привод, давай. Съезжаем даже. Отлично вообще этот карабок. Ну, вот он, полный привод, как бы он полный привод, но крутиться всегда будут те колеса, которым легче. Поэтому тут вот поможет блокировка дифференциала. Это у нас все восемь колес гребут одинаково. И вот с такой подачей в данной машине преград практически нет. В пределах разумных это, конечно, я уже из разряда фантазии. Ну, просто тут куск мешает. Так бы забрался без проблем этот куск мешает. Давайте посмотрим, где тут станет. Вездеход он и в апреле вездеход, что-то говорит. Так, что-то съезжаем. Ага, забраться не можем. Тихо. Ползаем. Больно-трубой срез. Там нам эту пробочку. Вот, 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 вот соснушку. Попробуем все-таки газу, газу, газу. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опа. Вот видите, о чем я вам... О чем я вам и говорил. Видите? На такую бровку мы забрались. Мы забрались. Почему? Благодаря ведущим колесам и жесткой дифференциалом, который блокировал все колеса. Не колеса на скрытии. Сейчас только можно лужу мерить и попробовать все-таки его засадить. Я думаю, это нереально. Глубины такой надо в другое место ехать или в другую карту. Потому что поговорку все равно уже никто не отменял. Чем круче джип, тем дальше пиздавать за трактором. Поэтому ну, я вот лично, да, не припомню, чтобы я мазурик в Тинспирисе сажал. Прям безвыходно. Вы видите, опасный уровень воды там будет даже. Вот тут утопить можно. Застрять нереально. Правильно, я маю, на таких колес пусть таких колес грибут. глубина тут лужи, наверное, метр три. так вот я сейчас просто отключил, попробую сравнить и понял, то что да, вообще никак. Плюс еще, если даже засадили, есть лебедка. ух ты, а вот тут уже стоит нам пошебуршить. Уровень лучше очень любого. Смотрите, попай-ка. Искать и вызвать. На спирс, конечно, да, один момент я как бы не очень мне понравился что-то с инспирсом столько грязи сделали сначала, потом как-то откатался, говорю, да блин, ну это же реально. Ну иногда, конечно, перебор, да, по грязи. Это на такой машине тебе по барабану, а когда вот ты едешь на Зеле, не говоришь про ВАЗик, ВАЗик даже в некоторых местах лучше, чем Зил проезжает, потому что Зил, у него задний привод и все. Ты его можешь заблокировать и толков то иногда не особо будет. Потом так обкатался и думал, ну наоборот, это начинаешь думать, куда ехать, зачем ехать, а стоит ли вообще туда ехать. Ну, нереально, если только сейчас вот на те камни заедем, заедем, и в лужу упадем, я просто еще не знаю, что сделать. вывезти его по урону только можно. Я уже видел, он там 130 очков урона нанес. Царь горы в обраке. Опа! свинюшка хорошая. Главное проходимое. так что всем советую поездить в данную игру, если еще есть такие люди. это даже не играет, это демо. До игры тут еще как до Китая и, надеюсь, сделают все-таки игру стоящую по Тинспирусу. какая-то просто демонстрация возможностей. ему не камни, ему по барабану, короче, этой машине по барабану все по барабану. Все, что может быть, и по барабану. но только с отключенными помогалками. Дайкли до Галорама. Камушки. Да это, это не камушки. В такой машине по горам может быть. Ну, хотя, может быть, вот так вот будет. Сейчас заедем тебе много ко мне. урон наносится по 25. Нет, колеса слишком великие. Вот эти камушки. Что-то я там не видел. Политые по слезе. Давай, лаким. давай объедем. Видал, там одну что-то интересную. Вот тут можем сейчас застрять. Нет, колеса висит. Все. А, блин, у меня все включено. Что и не застревает? Камни. Вот на этих камнях что-то и можно застрять. не колес большие. Не успевает машину вывезти. Вот вывешенный, видите? Простейшее место. Молодец, что уже придется сдавать назад. Ну, давай. Вот колеса повисит. Так, разгон побольше что-то берем. Жун-жун. Буксуем, блин. Разгон не получилось здесь. Ну, если только в гор вот на таких камнях, конечно, ничего не получится. Так, вот горыш креста тут даже полный привод не поможет. Сейчас полный привод включим. Потому что надо прямо заезжать. Тут яму, тут только дифференциал. Задний дифференциал сначала. Веря, колеса по барабану как крутить. А тут полный полный. Нет, полный тоже не хватит. Тока дифференциал. опа. Опа. горшка такая предстолидная. Вот заехали в тайгу. Так, в принципе, на этом можно закончить. Всем спасибо, кто смотрел. Сегодня мы на мазурике пытались засадить, как вы видели. Бесполезно. Я не говорю, что нереально, но придется постараться засадить данную технику в данной игре. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами был Макас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok